Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Нет специалистов, нет талонов. Пациентам Выборгской поликлиники придется запастись терпением, чтобы попасть на прием к врачу. Красота мира в звуках музыки. В Выборге отметили 65-летний юбилей детской музыкальной школы номер один. Иллюзии Юлии Рубцовой. Петербургская художница представила в замке экспозицию картин из циклов «Сны и тени». Экономическая ситуация в Ленинградской области благоприятная. Об этом сообщил Александр Дрозденко на заседании губернаторского пресс-клуба. По его словам, ряд экспертов, в том числе иностранных, улучшили экономический рейтинг региона в августе уходящего года, подтвердив его в ноябре. В этом плане 2014-й стал лучшим годом за последние десятилетия. Доходная часть областной казны будет самой большой, чем когда-либо. А план по расходам приблизится к отметке в 93%. То есть, власти взяли на себя самые большие расходные обязательства за всю историю региона. И бюджет будет профицитным, что, по словам губернатора, сродни подвигу. Уже на 1 декабря мы выполнили бюджет по доходам Ленинградской области. И весь декабрь мы его успешно переуполняем. У нас уже идет рост по доходам 11% к уровню того бюджета, который мы принимали. Это говорит о том, что действительно нам сегодня при, наверное, сложной геополитической обстановке, экономической турбулентности, падением цен на нефть, ростом курса доллара и евро по отношению к рубля, нам нельзя жаловаться на экономику Ленинградской области. Между тем, областной комитет финансов по поручению губернатора готовит подушку безопасности на первый квартал наступающего года. Это позволит вовремя начать финансирование адресных программ. По словам Александра Дрозденко, регион уверенно входит в 2015 год. Стабильная ситуация сохраняется во многих отраслях экономики. Показатели стали улучшаться и в сельском хозяйстве. А в следующем году аграриям будут оказаны беспрецедентные меры поддержки. Более 7,5 миллиардов рублей бюджеты страны и области направят на развитие сельского хозяйства. Мы еще рассчитываем на то, что сработает решение правительства Российской Федерации о выделении длинных льготных кредитов для развития сельского хозяйства. Многие говорят, ну вот отменят ограничения на поставку сельхозпродукции из Европы, как вы будете дальше выживать. Вот как раз сегодня курсовая разница позволяет нам рассчитывать на то, что прежде всего будут покупаться продукции, производимые внутри страны. Потому что сегодня ни один килограмм мяса, ни один литр молока, ни один килограмм сыра или колбасы западного производства не сравнится с российским по цене. Кроме того, в регионе будет построен животноводческий селекционный центр. Такое внимание сельскому хозяйству уделяется не случайно. Сегодня продукция областных производителей является конкурентоспособной. В результате сельхозтоваров в регион ввозится в половину меньше, чем вывозится. Они пользуются спросом не только в других субъектах Федерации, но и за рубежом. Подводя итоги всего вышесказанного, Дрозденко отметил, что в начале 2015 года снижение объемов производства и сокращение поступлений в бюджет не ожидается. Выборгские депутаты и предприниматели активно помогают инвалидам. На днях завершились работы по замене пола в одной из комнат местного отделения общества слепых. Оно располагается в доме по адресу Красноармейская, дом 13. В складском помещении, где хранится гуманитарная помощь для нуждающихся и необходимый инвентарь, провалился сгнивший пол. Вот так он выглядел еще неделю назад. Средства на ремонт выделил районный совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей. Более того, за данным обществом закрепили двух депутатов городского совета – Александра Ларичева и Викторию Иваненко, которые будут заниматься решением текущих вопросов. Уже составлен план мероприятий. В июне следующего года для общества слепых организуют экскурсионную поездку в Санкт-Петербург. Это должно быть не на словах, а на деле. То есть именно малый и средний бизнес Выборга района должен активнее участвовать в таких мероприятиях и активнее помогать, несмотря на какие трудности нуждающимся. Прежде всего детям, инвалидам, ветеранам. Бизнес должен быть социально ответственным. И мы своим примером, совет предпринимателей, активно это пропагандируем и призываем других предпринимателей, кто может быть по каким-то причинам стесняется это делать. Обращаться к нам. Мы поможем и научим и подскажем, кто нуждается особо в помощи. В ходе встречи с руководителем местного отделения общества слепых Юлией Булышевой было принято решение об установке поручня на входе в подъезд для удобства людей с ограниченными возможностями. Двое военнослужащих одной из авиационных частей, базирующихся на территории Ленинградской области, осуждены за уклонение от прохождения службы. Как сообщает военная прокуратура Выборгского гарнизона, суд назначил им условное наказание. Из материалов дела следует, что офицер, недовольный переводом из другого региона, и контрактник, не желающий подчиняться установленному порядку, перестали выходить на службу. Полагаю, что согласно статье 337 Уголовного кодекса, самовольное ставление части продолжительностью не более 10 суток не наказуемо, они появлялись там раз в 10 дней. А между тем, один из пунктов постановления Пленума Верховного суда от 3 апреля 2008 года гласит, если военнослужащий приходит в часть, но не исполняет обязанности военной службы, течение срока самовольного отсутствия не прерывается. Часть военнослужащих, которые имеют скудные познания в юриспруденции, полагают, что если законом установлена уголовная ответственность за отсутствие в части свыше 10 дней, а они раз там в 7 дней или раз в 10 дней появились в части, то у них течение уклонения прекращается. На самом деле Верховный суд определил, что прибытие в часть и не преступление к исполнению служебных обязанностей не свидетельствует о том, что срок течения уклонения прерывается. Военная прокуратура Выборгского гарнизона призывает военнослужащих изучать свои права и обязанности и не допускать нарушений закона. В производстве военного следственного отдела сегодня находится еще ряд дел, касающихся уклонения от прохождения воинской службы. Их расследование взято на особый контроль. Состояние дома номер 14 по улице Подгорной в Выборге проверила городская прокуратура. Это происходило в присутствии представителей управляющей компанией по ЖКХ и территориального отдела Роспотребнадзора. В ходе осмотра было установлено, что фасад дома находится в недовлетворительном состоянии, имеются трещины, местами разрушения облицовочного слоя, оголения кирпичной кладки. Как рассказали нам в прокуратуре, это является нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Поэтому в отношении генерального директора управляющей компанией по ЖКХ вынесено постановление о возбуждении административного дела. Вместе с материалами проверки оно направлено для рассмотрения в областной комитет государственного жилищного надзора и контроля. Врач временно недоступен. На сегодняшний день в Ленинградской области действует территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Одним из требований документа стала максимальная доступность врачей для населения. Решилась ли проблема с дефицитом талонов к специалистам? Ответ на этот и другие вопросы постарался получить наш корреспондент Александр Телегин. Выборгская межрайонная больница нам обещает максимально облегчить процедуру записи на прием к врачам-специалистам. Сегодня нет нужды отстаивать очереди в регистратуре. Достаточно позвонить по телефону или записаться на прием прямо из дома через интернет. Но, к сожалению, эти нововведения не сокращают количество жалоб на то, что попасть на прием к специалисту весьма проблематично. Где-то в месяц там было хорошо. В интернете нашел, нужно у тебя врача, смотрел. Время, которое тебя там устраивает, выбрал. И заказал. А сейчас что-то, по-моему, опять вся эта система повисла. По телефону вы ждёшь, ждёшь, звони, звони, звонишь. Всё занято, 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 занято. Когда освободишься? Вот приходится, если нужно очень, значит полдня сидит на телефоне. Проблемок всё время нет, номерка. А по телефону записываться не пробовали? Я не пробовала. А вы не пробовали? Пока нет. Не рекомендую. Никак, вообще никак. Ни по телефону, ни по интернету. То сайт не работает, то ещё что-нибудь. Очень тяжело, очень тяжело. Бывает один номерок, две-три недели стараюсь это достать. Я не знаю, что это за системы сделали, но, во всяком случае, я не знаю, сразу хочу не попадать. Мы решили проверить, работают ли новые сервисы, обещанные населению, руководством Выборгской межрайонной больницы. Электронная запись через интернет оказалась доступна. Причём мы решили воспользоваться не сайтом госуслуг, а зашли непосредственно на портал поликлиники, набрав в интернете адрес, который сейчас вы видите на экране. Здесь, чтобы получить доступ к услуге, достаточно в соответствующем окошке ввести свою фамилию и номер полиса обязательного медицинского страхования. Можно выбрать любого специалиста, удобное время приёма и распечатать талончик на принтере. Но это в теории. На деле нам удалось записаться на приём только к дерматологу. Попытки назначить время визита к окулисту или травматологу не увенчались успехом. Записаться на приём мы решили и по телефону, тем более что очень многие жалуются на постоянную занятость телефонных линий. Чтобы дозвониться до регистратуры по номеру 32021 пришлось затрятить около 10 минут. Поликлиника. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, могу я записаться на приём к окулисту? К окулисту нет записи. Нет записи. Алло? Спасибо. К сожалению, далеко не всегда записаться на приём к врачу-специалисту нам удается, не выходя из собственного дома. Извините, временно закончились талоны. Такой ответ мы видим на сайте поликлиники в сети интернет или по телефону. Что же, посмотрим, удастся ли нам получить заветные талоны, если мы придём непосредственно в поликлинику. В фойе больницы мы обнаружили ещё одно новшество. Электронный терминал для записи в режиме онлайн должен со временем стать достойной альтернативой окошку регистратуры. Но время на поход до поликлиники оказалось затрячено впустую. Запись к большинству врачей оказалась невозможной. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к руководству Выборгской межрайонной больницы. Чтобы ответить на все эти вопросы, я могу только обозначить эту проблему таким образом. У нас не хватает специалистов. Причём в настоящее время у нас крайне низкая укомплектованность участковой службы. На сегодняшний день эта цифра составляет меньше 30%, 29,5%, если совсем точно. Именно участковый терапевт может выписать направление к узкому специалисту. Сегодня тот же кардиолог не в силах принять всех пациентов. Стоит отметить, что на данный момент здесь работает всего один такой врач вместо четырёх, положенных по штатному расписанию. Собственного отоларинголога в поликлинике сегодня нет вообще. Лор-врач принимает у нас совместитель, доктор, который приходит к нам из стационара. Принимает он только по четвергам в строго определённое время. Выходить из кризисной ситуации руководители стараются за счёт увеличения нагрузки на врачей общей практики или других специалистов. Но талоны к докторям получить действительно очень сложно. Особенно в период отпусков или в случаях болезни сотрудников, комментируют медики. На него комплектованность настолько велика, что иногда просто вот когда выходит из строя доктор, заболевает. Вот просто трагедия. Мы не знаем, что делать, потому что мы просто не можем его заменить. Стоит отметить, что сегодня в Выборгской межрайонной больнице большая часть специалистов достигли пенсионного возраста. Проводить политику омоложения кадров не удаётся. Выпускники медицинских вузов, как отмечает Людмила Рыбина, не хотят работать в Выборге. Привлечь их в наш город сложно. Нет возможности предоставить жильё. К тому же зарплата врачей-бюджетников существенно уступает доходам в коммерческих медицинских учреждениях. Поэтому молодые специалисты выбирают в качестве места работы больницы Санкт-Петербурга или частные клиники. Что касается нас, мне кажется, что мы делаем достаточно для того, чтобы изменить ситуацию. Но, увы. Можно предусмотреть множество способов, чтобы облегчить населению запись на приём к врачам-специалистам. Но всё это не принесёт результатов, если не решить проблему с кадрами. А нет врачей – нет эталонов. По крайней мере, в том количестве, чтобы каждый нуждающийся мог получить своевременную медицинскую помощь. Александр Телегин, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Мы – граждане России. Торжественное вручение паспортов юным жителям Выборга на этот раз приурочили ко Дню Конституции. Специалистами отдела молодёжной политики администрации района регулярно проводятся мероприятия, на которых 14-летние выборжцы получают свой основной документ. Значимое для подростков и их родителей событие проходило в выставочном центре «Эрмитаж Выборг». Много лет назад я получал паспорт, но это была не такая торжественная обстановка. И как раз-таки тот факт, что она вручалась несколько по-другому, наполкнул нас и Молодёжный совет города Выборга на то, чтобы эту церемонию сделать торжественной, официальной, большой, красивой, сделать маленький праздник для юных граждан нашего города. Когда смолкли звуки гимна нашей страны, ознаменовавшие открытие мероприятия, будущих обладателей паспортов поздравили специалисты Дома молодёжи, депутат Городского совета депутатов Людмила Клюева и директор выставочного центра Александр Костенко. На вас вся Россия будет смотреть, поэтому хочу поздравить всех присутствующих. И ребята, пожалуйста, получая этот паспорт, задумайтесь, как жить дальше. Кроме первых в своей жизни паспортов, школьники получили памятные подарки. Им вручили Конституцию Российской Федерации и обложку с гербом Выборга. Каждый участник торжества возвращался к родителям уже в новом статусе. Прежде всего, это очень торжественно было и ответственность легла на плечи. Я вообще как бы люблю свою страну, люблю свою родину, люблю свою Россию. И я очень рада, что мой ребёнок получил документ, свидетельствующий о том, что он стал гражданином этой великой страны. Отметим, что вручение первых паспортов выборжцам, достигшим 14-летия, проводится в нашем городе в последнюю среду каждого месяца. Играть на струнах души. Им открывают двери в мир музыки. Юным выборжцам, которые готовы часами разыгрывать скрипичные пассажи, играть гаммин фортепиано, растягивать меха баяна и аккордеона, заставлять петь нежным голосом флейту. Для того, чтобы в один прекрасный день выйти на сцену и сыграть уже на струнах души публики, сидящей в зале. А может просто в кругу друзей спеть под аккомпанемент старинный романс. Конечно, выбирают карьеру музыканта и становятся профессионалами немногие. Но учеба в музыкальной школе никогда не проходит бесследно, утверждают ее выпускники. 1860 человек за 65 лет. Таков итог работы старейшего в городе музыкального учебного заведения. Поздравить коллектив с днем рождения пришли в этот вечер в библиотеку «Алта» близкие друзья. Начальник отдела культуры Галина Цветкова, обращаясь к собравшимся, подчеркнула, что музыка есть великое гуманное начало. Если бы в сердце каждого из нас нашлось место, вот пускай пусть самый маленький уголок для музыки, то тогда, наверное, нас с вами, нашу страну и, конечно же, наших детей ждет достойное будущее. А обрести любовь к музыке, найти то самое место в сердце для нее, понять и почувствовать красоту музыкального мира помогают ученикам педагогии. За любовь к детям, за вклад в дело воспитания разносторонней личности, учителей музыкальной школы от имени администрации поблагодарил заместитель председателя Совета депутатов Выборгского района Дмитрий Никулин. Хочется сказать просто одно – браво всем преподавателям и тем, кто вставал консервы. В наше непростое время это, конечно, достойно слов уважения. Дмитрий Никулин вручил коллективу школы почетную грамоту законодательного собрания и приветственный адрес от руководства района. Благодарственные грамоты за профессионализм получили в этот вечер практически все наставники юных музыкантов. Директор образовательного учреждения Елена Шабардова едва сдерживала волнение, выступая перед коллегами и гостями. Вы знаете, коллектив – это такое казенное слово. Мне кажется, за те десятилетия, что мы проработали вместе, наши преподаватели стали настолько близкими и родными людьми. Вы знаете, многие из преподавателей школы работают уже 30, а кто и 40 лет в нашей родной школе. И что особенно приятно, что половина нашего коллектива – это бывшие наши выпускники. Сама выпускница первой музыкальной для педагогов-ветеранов Елена Шабардова нашла самые искренние и теплые слова. И, конечно, зал горячо аплодировал тем, чьим призванием стало показывать детям огромный мир, имя которому – музыка. Наталья Березовская, Андрей Неровов, медиагруппа «Наш город». Люблю грозу в середине декабря. Так выборжцы теперь могут перефразировать строки из стихотворения Тютчева. Накануне днем горожане услышали гром и стали строить предположения относительно того, что бы это могло быть. Как рассказали нам выборжские метеорологи, 16 декабря в нашем городе прошла гроза. Она была кратковременной. Возмущение природы вызвало столкновение холодного и теплого фронтов воздушных масс. В последний раз раскаты грома в декабре выборжцы слышали примерно 5-6 лет назад. Более того, однажды гроза прошла в Выборге в январе. В Выборгском замке открыла свою работу очередная экспозиция «Иллюзии». На этот раз в выставочном зале музея представлено творчество петербургской художницы Юлии Рубцовой. Автор собрала в одной экспозиции картины из циклов «Тени и сны». Первыми гостями выставки стали студенты Политехнического колледжа Александровский. Вместе с ними работы художницы смогла оценить и наша съемочная группа. Каждый художник – волшебник. Используя всего лишь краски и фактуры, он создает на плоскости иллюзию пространства, вибрацию звука, движение воды, настроение, время суток и года. Живопись петербургской художницы Юлии Рубцовой представлена в одном из залов Выборгского замка. Автор экспозиции является членом Союза дизайнера России, организовывает профессиональные выставки как в России, так и за рубежом, имеет множество реализованных дизайн-проектов в Петербурге, Москве, городах Финляндии. Кроме того, Юлия – дипломированный преподаватель. У художницы много учеников, которые часто побеждают на международных конкурсах, чем она очень гордится. Для выборжцев Юлия Рубцова отобрала серию работ из коллекции «Тени, сны и фантазии». 26 картин составили новую экспозицию под названием «Иллюзии». По рассказам Юлии, она много путешествует, ее вдохновляют старинные города. Каждая поездка, встреча с удивительными людьми отражается в творчестве автора. Специально для Выборжского замка я отобрала именно такие сюжеты. Сюжеты, где представлены итальянские пейзажи, где представлены моменты, что ли, необычного освещения в горах Тенерифе или необычное небо Кипра. То, чего мы не можем наблюдать в наших северных широтах, такую экзотику. Среди пейзажей теплых стран есть и петербургские натюрморты. Художницы любят сочетать в своих работах различные фактуры, используют декоративные материалы, штукатурку, перламутр. Такое сочетание делает картину разной в зависимости от освещения. Особое место в творчестве Юлии занимают тени. Они всегда там, где нужно ненавязчиво подчеркнуть торжество света, солнечного, дневного, вечернего. Тени живут своей жизнью, живут своим миром. И часто тени бывают гораздо более интересными, чем сами объекты, которые отбрасывают эти тени. Поэтому зритель также может пофантазировать и додумать, от чего эта тень. Каждый зритель по-своему увидит и прочитает картину, наделит ее ассоциациями. Так, рассматривая работу под названием «Ловец снов», можно не сразу понять, что на ней изображен юноша, и додумать самому, что хотел донести автор. Художнице и самой удается поймать сны. Их она переносит на полотно. Однажды ей довелось побывать в аэропорту Шарля де Голля во Франции. Возможно, под впечатлением от увиденного, Юли приснилось, что вместе с людьми путешествуют их ангелы. Сюжет сновидения она перенесла на холст и назвала работу «Аэропорт». На открытии выставки среди первых посетителей экспозиции были учащиеся Политехнического колледжа «Александровский». Я просто в восторге. Мне очень понравились картины. Я очень люблю картины разные рассматривать. Мне очень понравилась картина Александры 2013 года Юлии Рубцовой. Ну, я просто в восторге. Выставка получилась очень замечательной. Мне все понравилось. Картины вообще шикарно, скажем так, получились. На полотнах художницы нет выборских пейзажей. Но, по словам Юлии Рубцовой, после прогулки по парку Монрепо они обязательно найдут отражение в ее творчестве. Разглядеть игру света и тени, увидеть экспозицию своими глазами можно будет до конца февраля в Выборгском замке. Виктория Невская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Физические лица смогут объявлять себя банкротами с 1 июля 2015 года. Государственная дума приняла решение ускорить вступление в силу соответствующего закона. Ранее планировалось, что это произойдет в 2016 году. Закон предполагает, что каждый человек, задолжавший свыше полумиллиона рублей, сможет подать в суд заявление о собственном банкротстве. Если он будет признан таковым, ему могут предоставить рассрочку по кредиту, отсрочку платежа, банк также может уменьшить величину процентов. Официальный курс валют на 18 декабря, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 84,59 рубля, доллар 67,79 рубля. На этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере, а также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok В Петербурге преимущественно без осадков. Днем в северной столице 0,1 м, ночью без изменений. Ветер юго-западный 4,5 м в секунду. В Лапейнранте облачно. Температура воздуха днем минус 1,2 м, ночью 0,1 м. Ветер юго-западный 2,3 м в секунду. В Хельсинки ожидается снег с дождем. Днем в столице Финляндии 2,3 градуса тепла, ночью 1,2 м. Ветер южный 5,7 м в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова